Слушай, любимый зритель, а кто, по-твоему, самый главный в создании игры? Ведь над проектами корпят десятки, а то и сотни людей, но всегда есть какой-то человек, в голове которого этот самый проект, игра, вот в единое целое складывается, и который говорит всем остальным, что надо делать, и именно он в своих чертогах разума создает те миры, в которые мы любим играть. Гейм-дизайнер, главный гейм-дизайнер, это как режиссер для фильма. И мне захотелось сделать серию видео о главных гейм-дизайнерах Sid Meier's Civilization. И вы удивитесь, но это не Sid Meier. Меня зовут Алексей Халецкий, вы на канале Лёша Играет, и поехали. В 1980 году британская компания Hardland Trefoil выпускает настольную игру Civilization. Ее автором был тоже британец Фрэнсис Трэшем. Права на выпуск этой настольной игры в Соединенных Штатах Америки покупает компания Avalon Hill. В 80-е было аж несколько попыток сделать компьютерную версию этой настольной цивилизации. Но все как-то не складывалось. Параллельно в 1982 году Сид Мейер и Билл Стилли создают компанию Microprose, чтобы делать самолетные симуляторы на основе опыта Билла Стилли как военного летчика. И они реально выпустили несколько игр-симуляторов про F-19, которые были популярны. Так что, в первую очередь, Сид Мейер прославился как создатель симуляторов военных самолетов. Но в конце 80-х стали появляться первые хитовые стратегии, в первую очередь SimCity и Populous. И, глядя на них, Сид загорелся идеей сделать свою стратегию. В это время Microprose наняли нескольких бывших гейм-дизайнеров из уже упомянутой Avalon Hill, издателя цивилизации в Америке, среди которых был Брюс Шелли. Как рассказывал потом Брюс Шелли, он решил заняться компьютерными играми, потому что рынок настольных был в упадке, а видеоигры как раз на подъеме. Сид Мейер сделал Брюса Шелли своим персональным ассистентом для того, чтобы вместе проводить брейнсторминг новых игровых идей. Первым хитом, вышедшим из-под пера тандема, стала игра Railroad Tycoon. Я думаю, многим из вас она известна. Но знаете, что самое интересное? А то, что эта адаптация настольной игры под названием 1829, все того же Фрэнсиса Трэшема, автора настольной Civilization. Значит, и пару слов о Фрэнсисе. К сожалению, он ушел от нас в октябре 2019 года в возрасте 83 лет и запомнился, во-первых, этими двумя настольными играми, а во-вторых, именно его считают создателем всем известного дерева технологий. После успеха Railroad Tycoon, Сид Мейер и Брюс Шелли еще покопались в библиотеке Avalon Hill и вытащили на свет божий Civilization. Как рассказывал сам Сид Мейер, им с Брюсом Шелли в Railroad Tycoon нравилась идея множества маленьких систем, которые работают вместе одновременно и заставляют игрока управлять ими, что приводит к тому, что играющий человек принимает множество интересных решений. И это очень похоже на управление государством. А тут еще оказалось, что оба игродела поклонники пошагового варгейма 1977 года под названием Empire. И я думаю, вы, глядя сейчас на экран, понимаете, что визуальный стиль первой цивы был навеян именно игрой Empire. В мае 1990 года Сид Мейер передал Брюсу 5-дюймовую дискету, на которой был первый прототип цивилизации. И это была смесь настольной цивилизации, Empire, Railroad Tycoon и SimCity. От настольной Civilization была взята идея развития собственной цивилизации. От Empire бои, тот самый варгейм. От Railroad Tycoon, как ни странно, механики развития городов. А от SimCity много разных мелких дополнительных механик. Я думаю, вас интересует, а что же там было от SimCity. А во-первых, это была не пошаговая стратегия, а real-time. А во-вторых, развитие города было очень похоже на то, как вы развиваете города в SimCity, вот распределяя эти самые зоны. Собственно, дальше в дело вступил Брюс Шелли. Именно благодаря ему цива стала пошаговой, что, кстати, иронично, потому что следующий большой хит Брюса Шелли был как раз real-time, но об этом чуть позже. Ну и, в общем-то, все основные игровые механики создал Брюс Шелли, а Сид Мэйр занимался программированием и адаптацией. Так что можно считать, что у игры два главных геймдизайнера — это Сид Мэйр и Брюс Шелли. Кстати, в Майкропрос очень сомневались в успехе цивилизации, потому что она выбивалась из всего каталога игр компании, которая, как я и говорил, в первую очередь была знаменита своими симуляторами. Но игра вышла, стала успешной. Если вас интересуют подробности, то лучше посмотрите мой отдельный обзор первой цивы. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. А эта серия посвящена геймдизайнерам и конкретно Брюсу Шелли. В конце 1992 года Брюс Шелли уходит из Майкропрос. Знаете почему? Потому что его жена получила предложение по работе, на которой ей платили зарплату в три раза больше, чем ему. А он был самым низкооплачиваемым работником в Майкропрос. Тогда интернета не было, надо было переезжать к месту работы жены. И, естественно, семья Шелли выбрала то, что лучше для них. Понятно, что за таким специалистом сразу выстроилась очередь из желающих заполучить его на работу. И он был приглашен в Ensemble Studios, которая как раз располагалась в том городе, где работала его жена. И в которой Брюс Шелли стал главным геймдизайнером игры под названием Age of Empires, которую я люблю называть «Цивилизация в коротких штанишках». Игра вышла в октябре 1997 года, тоже стала офигительным хитом. У меня тоже есть обзоры серии игр Age of Empires. Кстати, скоро вроде должна четвертая часть выйти, но к ней уже Брюс Шелли отношения не имеет. Помните, как он Циву сделал из реал-тайм-стратегии пошаговой? А вот Age of Empires все-таки реал-тайм-стратегия. Еще он, конечно же, занимался второй Age of Empires, после чего покинул Assemble Studios, примкнул к компании Zynga. И я думаю, многие из вас знают эту фирму как создатель множества мини-игр для мобильных телефонов. Так что тут выделять какие-то отдельные игры не имеет смысла. Брюс Шелли решил себе заработать на пенсию побольше денег, а не заниматься творчеством. Я его не могу за это винить, потому что перечисленных мною игр вполне достаточно, чтобы сказать ему спасибо. Сейчас Брюсу Шелли 73 года, живет он в Техасе и занимается консультацией по гейм-дизайну. Например, он принимал участие в создании игры Stranger Things 3 The Game по одноименному сериалу, то бишь консультировал компанию Bonus XP. Вот такая история об одном из создателей первой Цивы в следующей серии Sid Meier's Civilization 2, а как скоро она выйдет зависит от ваших лайков и комментариев. Не забудьте, кстати, еще и поделиться этим видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы еще этого не сделали. А вы слышали Алексея Халецкого, канал Леша Играет. На этом все, играйте в умные игры, всем пока!